Анимация в переводе с французского «оживление-одушевление» – синоним слова «мультипликация». Это процесс одушевления рисованных или кукольных героев. Персонажи анимационного кино оживают на экране с помощью покадровой съемки. На каждом последующем рисунке фигурка представляется в чуть иной фазе движения. Отдельно объекты покадрово фотографируются, а затем проецируются на экран. Появившаяся в 70-е годы 20-го века компьютерная анимация несколько облегчила работу художников-мультипликаторов. Тем не менее, создание любого мультфильма – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Когда ты уже делаешь полноценную анимацию а-ля бег, лошади, походка собаки, то ты должен пользоваться схемами, ты должен очень много сидеть, изучать животных, чтобы понять, как правильно происходит движение, как вообще двигаются мышцы сустава, как это все работает. И обычно на одну анимацию мы тратим примерно неделю. Наверное, для аниматора первостепенно сама анимация, потому что без нее ты никуда не пойдешь. Но также любой художник не может обойтись без композиции, без рисунка, без живописи. Так, Оксана, смотри, у Василины здесь акварель, видишь, да? Поэтому она более такая мягкая, светлая. А гуаша, она может быть поплотнее по тону. Вот даже ты пишешь сейчас голову, пожалуйста, поплотнее, поцветнее. И здесь по рисунку, конечно, есть недостатки. Рисунок вообще основа основ. Это закладывается и живопись, она строится на рисунке. И для анимации, я думаю, все это очень важно. Рисованная анимация, лично мне, она нравится гораздо больше, чем компьютерная. А Вы можете назвать свои любимые мультфильмы? Любимые? «Ежик в тумане». Потому что он романтичный, потому что там очень хорошие, ну, как сказать, композиции, найдены образы. Мне кажется, он меня трогает. Когда цепляет или нет, это же такое дело, что почему, может, иногда и не скажешь почему. По результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран, в 2003 году советский мультипликационный фильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен. В чем, на Ваш взгляд, разница между русской, ну, тогда еще советской, да, школой мультипликации, школой в большом смысле этого слова, и зарубежными аналогами, я не знаю, тем же, японской, может быть, мультипликации, диснеевской. Они создали себе какие-то рамки, вот они нашли что-то такое, что, да, свой стиль, и делают. То есть мы сразу отличим японскую, сразу отличим диснеевскую. А наши, как всегда, они умеют все. Они там вам могут сделать и красивые компьютерные мультфильмы современные, и до сих пор продолжают делать классическую анимацию. То есть я считаю, что молодцы наши аниматоры. Когда я еще про анимацию ничего не знала, мне больше всего нравились самые первые советские мультфильмы. Вот когда там Дед Мороз, все это такое, зайчики, все это такое, живое. А потом оказалось, что это, оказывается, такой специфический вид анимации, когда снимается сначала на пленку кино, а потом художник это обрисовывает. То есть я узнала это недавно. То есть я думала, как же художники классно рисуют, а они как-то обрисовывают. Ну вот такая интересная техника. Такая техника, когда сначала снимают артистов, а затем художники прорисовывают контуры с пленки, называется ротоскопированием или эклером по марке французского киносъемочного аппарата. С помощью этого метода в советское время были сняты известные и любимые по сегодняшний день мультфильмы. «Каштанка», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек», «Ночь перед Рождеством» и другие. Я считаю, что дети, которые смотрят мультфильмы определенные в детстве, у них, даже если они не понимают смысловую нагрузку, у них это отпечатывается. И смотря это уже пересматривая, как ностальгируя, в более взрослом возрасте они для себя открывают что-то новое. И это может повлиять на их выбор, на то, какими они станут в будущем. Если посмотреть «Советский», там есть какое-то ограничение добро, зло, что правильно, что неправильно. Почему герой так поступает? В детстве мы смотрим, да, смешно там, все такое, а потом ты пересматриваешь, скажу, о, здесь вот такой смысл. Хорошо, а вот, например, «Маша и Медведь»? Мое мнение, «Маша и Медведь» — это довольно спортный мультфильм, вроде детский, хороший, там графика довольно, ну, плюс-минус нормальная. Но по смыслу там ребенок такой разгильдяй, и многие дети берут пример с нее и тоже начинают вести себя так, капризничать там, там, потому что у нее же ей дают все, вот, а почему я так не могу? И по идее надо брать пример с «Медведем». У меня младший брат, я не очень, ну, стараюсь показывать ему более старый, там, ну, погоди, например. Студенты полны творческих идей, сил, энергии и желания создавать новые шедевры анимации. Среди ваших студентов в будущем будут мастера, которые смогут достичь высот этой профессии? Я очень на это надеюсь. У меня одна девочка-выпускница уже, она работает сейчас на студии ТНТ и работает мультипликатором. Поэтому, мне кажется, уже ее фильм был представлен, дипломный фильм представлен на Суздальском фестивале международном анимации. Вот, поэтому есть надежда, что и другие тоже как-то выберутся в люди. А как ее зовут? Вера Уварова. Мы уверены, что педагоги Сергея Посадского филиала в ГИК будут гордиться и другими своими студентами, выбравшими для себя нелегкий путь служения искусству мультипликации. Это, безусловно, искусство, и без него, мне кажется, никуда. Так же, как и любому художнику, очень много сил нужно вкладывать, отдавать всю свою душу, отдавать все по себе. Елена Георгиева, Кирилл Григорьев, День города.